а здрасте всем друзья привет уленьки у нас продолжается золотой колос и это гайд по рисовым полям и садам я покажу вам полностью как все это дело работает и что с этим всем добром делать и пожалуй начнем мы с рисовых чеков рисовые чеки находятся на двенадцатом семнадцатом полях их особенность в том что на них можно выращивать рис остальные культуры тут тоже можно выращивать но рис только здесь на других полях он расти не будет соответственно в первую очередь вам нужно купить какое-нибудь из этих полей а можно и все сразу вот в общем то мы купили 13 14 поле нам сейчас продали хотя запрос сделано все сразу давайте наверно отнем время на утро чтобы было более-менее светло и все прекрасно видно значится в отличие от 17 фермы рис садится только стандартным способом вот этих вот катков распределителя удобрений посыпка семенами этого всего дела не будет и я на самом деле как-то даже и я этим не пользовался я обычной сейлкой сеял все время поэтому делаем бзды и все у нас здесь засеялось поле с рисом и в чем особенность риса рис у нас растет под водой поэтому нужно открыть шлюз и заполнить все это дело водой между полями вот здесь находится вот такая вот хреновина напротив каждого поля вот такая вот штука открывается подходите к ней и нажимаете на кнопочку открыть шлюз если не знаете что за кнопка обычно с такие действия отвечает на f1 нажимаете там всегда все кнопки прописаны и значится у нас потекла здесь возичка мы за нее платим небольшую сумму денег и в течение часа это самое поле у нас полностью заполнится прошел час мы заплатили 3000 денег за воду и пришел ответ еще на одно поле но нас уже это не интересует и в общем то теперь у нас здесь растет рис он растет под водой с ним все прекрасно и теперь наша задача просто ждать пока он вырастет ну и вот в общем то наш рис созрел и теперь его вроде как можно убирать но если вы попробуете да и это делать с помощью обычного вот такого вот комбайна зернового абсолютно любого но если вы сейчас попробуйте вот это вот все дело сделать то у вас высветится надпись что мокрый урожай да и это логично урожай действительно мокрый потому что находится под водой и для начала эту самую воду надо слить с другой стороны от поля где мы заливали воду есть шлюз чтобы ее спустить подходите к нему точно также нажимаете кнопочку открыть шлюз и вода уходит на спуск воды точно также уходит примерно час после чего вы спокойно садитесь в комбайн и едете убирать ваш созревшие рис и радуйтесь жизни данную культуру можно будет хранить у себя в элеваторе но в таком виде делать с ней ничего нельзя далее друзья этот самый собранный вами рис вы должны отвезти на тракторе на машинке на поезде на чем хотите на приозерский элеватор здесь у нас есть три триггера один идет на аренду элеватора один идет на продажу зерна а один идет на очистку риса соответственно на треть вот этот триггер очистки риса вы все это дело сбрасываете разгружаетесь и если мы откроем в меню приозерский элеватор то здесь у нас идет очистка зерна можно привести 900 кубов правда 400 всего будет очищена и потихоньку помаленьку этот самый рис будет очищаться с вас возьмут за это деньги какие-то незначительные но копейки возьмут перерабатывается рис как вы видите с некоторыми потерями белый рис уже нужно забирать то ли в контейнерах то ли вот в этих продуктовых грузовиках то ли опять-таки на поезде с продуктовыми вот этими вагонами и дальше вы его можете то ли просто продать то ли использовать на каких-либо заводах например для производства тефтелей плова или там много чего еще другого так что с рисом друзья в общем-то все понятно погнали посмотрим сады намного интереснее на мой личный взгляд также около рисовой фермы находится ангар для техники который можно построить и в общем-то на выходе будет у вас здесь волшебный вот этот манускриптовский ангар который убирает технику из оперативы но и с рисом вроде как все погнали посмотрим что у нас с садами как это все дело работает ну во первых купим сад плодовых деревьев он требует 60 рейтинга если вы начинаете не новый сейф и это довольно таки большая территория так что мы ее делаем запрос получаем ответ и соглашаемся на покупку полтора миллиона стоит за раза его друзья мы перемещаемся к нашему садику плодовых деревьев здесь у нас есть четыре сада на карте вот они обозначены а bcd каждому из этих садов есть по 10 рядов деревьев для того чтобы посадить сюда дерево нужно во первых купить саженцы саженцы продаются там же где и рассада для тепличек вот тут а подходите есть четыре вида дерева яблоки абрикосы вишни и грецкий орех я думаю что мы возьмем два поддона с яблочками и этого нам на сегодня хватит вот так вот выглядит поддоны с рассадой и как бы их вот теперь мне по-быстрому перетащить на наши садики то для тех кто не умеет считать у нас 4 сада по 10 рядов каждый один поддон на один ряд соответственно 40 поддонов чтобы засеять весь сад засадить не придумал я как быстро туда с поддонами переместиться поэтому пришлось пригнать машину ничего страшного в общем-то грузим поддончики и перемещаемся к нашим садам и значится как засадить ряд деревьев для этого нужно подойти к поддону и взять саженцы в руку посадка идет вручную нажимаете на кнопочку берете саженцы и идете по ряду и вот так вот их здесь каждое деревце каждое деревце высаживаете и вот мы засадили два ряда деревьев и яблочками ну и далее самое интересное это конечно же уход за этими самыми деревьями открываем меню сад плодовых деревьев и во первых что мы видим состояние сада отдых это своеобразная осень для садов тут есть несколько стадий мы все рассмотрим посадка саженцев доступна только в эту стадию состояния сада она здесь зациклена то есть не в любой момент вы сможете засадить деревья саженцы для посадки пустой это не обращайте внимание это вот при посадке саженцев если вы взяли в руку поддон ходите садить деревья и надо его выкинуть то вот это сделается вот здесь через это меню также есть у нас здесь товарные склады ваш собранный урожай пойдет туда но и разумеется понимаете что можете привести и хранить там яйца или еще что-нибудь также есть склад щепы ваши вырубленные деревья будут переделываться в щепу и отправляться на этот склад есть склад химикатов фунгициды и инсектициды точно такой же как на базе для удобрения гербицидов есть склад сыпучих грузов вместимостью полтора куба там у нас будет храниться компост вообще цикл сада продолжается четверо суток из них цветение 11 часов обычное состояние 6 часов созревание плодов 31 час сбор урожая 11 часов обычное состояние 6 часов отдых осень зима 31 час это если вы играете без сезона после вы играете с сезонами то у вас по сезонам все будет нормально обработка деревьев химикатами против насекомых и грибков внесение перегноя осуществляется только в период отдыха деревьев посадка саженцев допускается в любое время цикла далее друзья что нам нужно для того чтобы ухаживать за нашим садиком опять-таки открываем меню сада плодовых деревьев вот здесь есть показать меню складов кнопочкой и здесь мы видим четыре наших садика мы засаживали сады поэтому переходим к нему здесь есть ряды деревьев первая графа мы взяли яблоки поэтому у нас здесь яблоки понятное дело если у вас будет засажена тут вишни или абрикосом то будет написано вишни или абрикос состояние в котором находится этот самый сад влажность почвы а давайте в общем то по порядку и пойдем влажность почвы до поддерживать влажность надо выше 40 процентов есть два способа как это сделать первое это скажем так естественный способ если пойдет дождь то влажность будет расти это вполне себе логично второй способ это здесь есть опрыскиватели до самый простой способ подходите нажимаете на кнопочку и это все дело пошло опрыскиваться около каждого ряда точнее через ряд они вот здесь везде стоят поэтому подходите опрыскиваете и все прекрасно у вас будет влажностью главное не провафлить момент как мы видим прошло некоторое время и влажность у нас повысилась деревья в общем то растут дальше мы просто мотаем время потому что на данный момент мы с этими деревьями сделать уже ничего не можем да разумеется время мотать вам не обязательно вы можете заниматься своими делами просто сад сам по себе растет в общем то у нас прошло несколько дней деревья наши распустились точнее выросли теперь это молодые деревья они саженцы и они опять находятся в стадии отдыха им опять таки не хватает влажности поэтому мы запустим опрыскивал q теперь друзья пришла пора вносить компост вот тут находится надписи здесь выгружать компост и соответственно подъезжаете просто на чем-либо сыпучим точнее что возит сыпучие грузы и просто его вот здесь так вот выгружаете вас правда за это списывают заработную плату от каждое дерево идет один куб компоста соответственно 15 деревьев 15 кубов компоста на один ряд это же самое делаем и и со вторым готова компост нам больше не нужен ну и да где взять компост здесь вот на наших садах находится такая вот компостная яма работает она по принципу ферментатора который стоит на коровнике или овчарне здесь мы выгружаем на острову сечку или силос давайте в общем то выгрузим можно выгрузить сечку например и после того как она выгрузилась мы идем в меню в наши склады и здесь есть садовая компостная яма вместимость 2 миллиона литров нажимаем на кнопочку начать ферментирование и пошла у нас здесь ферментация вообще имеет смысл кстати этим делом заниматься потому что распределители навоза вот эти вот навоза разбрасыватели они тоже теперь поддерживают разбрасывание компостом то есть ваши поля можно удобрять теперь компостом если вы собираете у вас там есть дохренища лишней травы или вы собрали дохрена сечки можете вполне себе переделать ее в компост и таким вот образом не сильно дорого удобрять поля когда компост будет готов можно здесь с ленты будет выгрузить и вот на этом вот складе его можно спокойно хранить а также на базе в общем то на всех складах сыпучих грузов компост туда тоже добавлен с этим в общем то тоже все понятно а мы возвращаемся к нашим садам мы внесли удобрение теперь здесь сто процентов удобрения и дальше нам остается только ждать вот у нас и стала первая стадия созревания появилась графа урожайность 20 процентов это первые молодые деревья у них не очень большой урожай будет 20 процентов от взрослых ну плюс если вы мы не внесли удобрения компостом то он бы еще постепенно падал ну и от влажности кстати от отсутствия влажности тоже он будет постепенно падать так что следите за этим прошло друзья еще несколько дней у нас собран первый урожай наших яблочек как вы видели был дождь и влажность выросла на всех рядках первого урожая с двух рядов мы собрали всего лишь 600 литров яблочек да это немного но это первый урожай во первых во вторых здесь всего два ряда из 40 засажена поэтому можете смело умножить это все дело на 5 и еще на 20 далее у нас требуется опять-таки внесение компоста защиты от насекомых и грибков пока что не требуются но его друзья у нас прошел еще один цикл наших деревьев ну и теперь у нас собрано 2850 литров этих самых яблочек с этим в общем то я думаю все понятно у нас остался еще вопрос защиты от насекомых и защиты от грибков после второго цикла после второго сбора урожая здесь вот табло стало вот таким вот красненьким это значит что нужно внести эту самую защиту от насекомых и защиту от грибков для этого как я уже говорил здесь есть специальный склад которым выгружается инсектициды и пунгициды ринг и умные слова я их не могу даже запомнить на самом деле их можно купить на садовом центре там же где продаются семена удобрения и грунт и вся вот это вот прочая фигня перевести их можно с помощью обычных поддонов или же например на бортовом урале ну и все что возит такие вот поддоны загружается это все дело на склад опрыскивается с помощью специальной опрыскивалки которая есть в магазине в разделе пестицидов выглядит она вот таким вот образом ее можно покрасить любой цвет она на 2000 литров и почему-то она сейчас дергается хотя обычно она не дергается а у меня она уже есть поэтому я ее покупать не буду загружаем в нее например фунгициды это у нас защита от грибков и вот здесь вот по ряду между деревьями если вы ездите вы ее так вот включаете она начинает распылять всю эту дрянь на вашу деревья химию да но если мы откроем меню садов и теплиц то мы видим что здесь постепенно вот она по деревьям возвращается в зеленую зону и грибки нам теперь не страшны и разумеется цепляет она по два ряда сразу расходность здесь не очень большая поэтому сильно затариваться этой штукой в принципе можно и не затариваться да и используется она довольно таки редко давайте теперь загрузим инсектициды от насекомых и проедем по другому ряду чтобы один ряд у нас был не обработан ну и вот таким вот образом мы на один ряд внесли еще за одной компост потому что у нас опять таки стадии отдыха и это время вносить компост ну и далее вы опять таки оставляете ваш сад в покое и он себе спокойненько растет а вы можете мотать время и ждать нового урожая и у нас созрел еще один урожай опять таки настала пора отдыха скажем так осень деревья желтенькие стали нужно опять вносить удобрения нужно опять вносить все тут все дело защиту от насекомых и грибков ну и опять таки у нас уменьшился ресурс когда он совсем упадет вы можете просто нажать на кнопочку и вырубить деревья которые здесь находятся вот так вот вырубка и вырубка эти деревья у вас попадают на склад щипы вот с двух рядов 31 куб вполне себе нормально после чего вы можете засадить другие деревья сюда или те же самое или короче как захотите яблоки у нас опять-таки на складе но можно выгружать на поддон все как обычно вон он появился там вдалеке или же возить на урале на мане в контейнерах или в чем захотите то что поддерживает перевозку продуктов этих товаров или как она здесь правильно называется далее с этим урожаем его можно просто продать пример вот вишня в универмаге кстати ценники вполне себе хорошие а также можно отвезти на какие-нибудь производства например на маслоэкстракционном заводе с добавлением грецких орехов делается халва и казинаки а грецкие орехи у нас выращиваются здесь в садах и белый рис кстати туда же идет а если что на есть друзья также кстати и новое производство здесь это завод соков и джемов этот завод вы покупаете в собственность сразу же как только вы покупаете вот эту территорию с садами то есть это ваш завод и вот он перед вами сейчас и находится его нужно построить тут тоже все как обычно в строительную фирму идете заказываете стройку завода соков и джемов оплачиваете и вот здесь все ресурсы написаны которые нужно привести рейтинг 60 требуется а без рейтинга 60 в принципе не купите сады хотя на распродаже в начале игры купите 36 часов все это дело строится я этого делать уже не буду потому что там в принципе ничего нового те же самые механики как и раньше и в общем то можете продавать соки и джемы на этом друзья у меня все если гайта кому-то оказался полезным то буду благодарен если вы влепите лайкусик пишите ваши комментарии по поводу этого обновления тем огромное спасибо за просмотр спонсором огромнейшее спасибо за поддержку манускриптом огромнейшее спасибо за такое вот обновление потому что работа здесь проделана было уйма также там есть некоторые изменения касающиеся компоста и теплиц я думаю что в логе обновления карты все подробно будет об этом указано потому что здесь теперь пять стадий и компостом можно вот это вот все дело сделать то очень то там почитайте самое главное разобраться было с садами и рисом это скажем так такое глобальное на этом в общем то все всем огромное спасибо за просмотр с вами был никита зилы и всем покаки